здравствуйте дорогие товарищи зрители на канале ответы на вопросы не знаю последнее это видео я публикую или может быть иногда будет еще что-то поясню в чем суть ну слишком много во-первых каналов у меня уже до откроется скоро еще один или два определенные тематически один будет новый по здоровью что еще важно здесь сказать вот смотрите есть такая платформа сейчас busty на ней многие блогеры публикуют определенные видео фото выкладывают аудиозаписи почему но во первых это какое-то подспорье там платные люди платят выбирая из двух там трех вариантов оплаты от небольшой до более крупный тогда там тот или иной блогер публикует видео какие-то особые или более закрытую информацию но которую не может по какой-то причине опубликовать например на ютубе вот я привожу вам пример хотела публиковать видео сделал его смонтировали ответы на вопросы да загрузили его на этот канал вот на котором вы сейчас ответы на вопросы что вы думаете но youtube удалил это видео и забанил первое предупреждение там на неделю дается а почему но мы даже не можем точно понять почему но скорее всего то что там про прививки кое-что было мы предполагаем что по этой причине потому что например на другом моем канале по прививкам тоже было забанено видео и канал тоже там бан на неделю данных в общем есть темы к тому же которые просто невозможно публиковать на ютубе не только по прививкам там много чего я вот решил сделать тоже канал на бусте но вот кстати вы зайдите по ссылке которую я вам оставлю на этот мой канал на платформе бусте прям под этим видео и прочтите там во первых заглавие о чем этот канал посмотрите три варианта там три по тарифу по оплате кстати там будет много чего интересного даже переводные и озвученные иностранные интересные аналитические в том числе видео про здоровье и не только об этом там будет но в общем посмотрите сами так ну а теперь я разбираю ваши письма как всегда не буду делать анонс о каких темах пойдут эти письма мне просто буду зачитывать я естественно выбираю всегда что-то очень важное что нужно пояснить что люди не понимают ну и так далее так первый комментарий такой под видео где я разбирал эту даринскую саентолога софью по моему ее даринскую здравствуйте юрий андреевич а я как раз очень люблю ваши длинные и подробные лекции действительно человек мыслящий желающий докопаться до истины должен сам понять и получить обоснование того или иного своего решения но то о чем я к чему призываю а ваши подробные глубокие знания которыми вы делитесь и есть это самое обоснование надо только внимательно вникать не понял вернись назад перемотай послушай еще раз-два пока не дойдет спасибо вам большое за них пожалуйста конечно очень приятно когда люди адекватно оценивают тот посыл и знаний в общем которые я даю к чему призываю вообще просто вот как анализировать и так далее да и это вот главное что я хочу добиться разума то есть победы разума над мракобесе второе письмо мой папа дожил до 97 лет на своих ногах и в здоровом уме ел мед ложками чай пил с сахаром салатки очень мясо постоянно ел выпечку тоже и вот я тут сразу когда начал зачитывать думал ну забанил потому что ну вот надоела эта глупость обычно ведь когда так начинают письмо всегда практически дальше пишет так что все это фигня это у каждого своя судьба или от еды ничего не зависит или причина не те и конечно я для таких видео сделал даже который называется одет пил курил ел все подряд прожил 95 лет а вы-то тут причем то мол это вы-то и даже и не думайте рядом с этим сроком жизни прожить вы потому что дед этот который пил курил вашему отцу генетику изгадил отец вам и потому что же пил курил и вы уже проживете 50 может 60 лет это есть повезет а кто родился так сказать уже с восьми десятых девяностых тот может быть и 40 50 все зависит от того как он будет жить лишь факторов воздействия вредных на организм за последние годы десятилетия но просто в разы выросли а вот у тех поколений кому 95 и кто-то умер там 10-20 лет назад и все вспоминают дед 95 лет прожил так он вырос формировался и возмужал когда было все экологически чистое когда-то сказать с утра до вечера как физические тренировки занятия никто не лежал на диване телевизор не смотрел вы понимаете это плюс продукты чистые воздух свежий чистый а уж я не говорю о факторах электромагнитного излучения свч в ч а прочим чего тогда вообще не было но нет человек дальше стал писать вот понимает видимо пишет так был варикоз болел желудок язва было это при том что он вот вроде на своих двоих это конечно хорошо но как жить вот он был варикоз потому и варикоз от сахара в том числе есть обоснованиями на канале как но на главном болел желудок ясное дело язву было он участник великой отечественной войны работал до 75 лет заслуженный строитель ка ссср потому что его поколение было и вот совершенно разумно правильно пишет было крепкое слабые умирали да но то есть генетика сильная была конечно он бы прожил у вас не 97 лет а там может 127 лет если бы правильно вот питался вы послевоенные дети уже слабее здоровьем вот слава богу что все-таки разумные люди есть наши дети еще слабее а вот наши внуки и правнуки уже едят химию воздух и вода загрязнены куча лекарств принимают о каком здоровье идет речь я вас просто благодарю вот прям так вот за это письмо какой живоразумный человек и тут надо было бы конечно еще добавить что если бы дед правильно питался и так далее то жил бы он ну гораздо больше он у себя конечно украл часть здоровья и много лет жизни потому что это объективные просто факторы так теперь идем дальше пишет человек фролов лучший целитель которых я встречал за три дня сбросил два килограмма и привел сахара в норму благодарю но это под видео про печень желчный пузырь поджелудочную да но тут единственное что в начале так быстро и как правило это излишняя вода уходит этим или если человек перешел там допустим на сыроедение и уменьшил количество соли и сахара в рационе питания то да благодарю за такие на теплые слова поддержки да ну по крайней мере на путь точно вас на правильный направил ну вот а тут такое письмо из-под моего видео про заворотню что она умерла в 53 от глиобластома я причины выводы сделал очень сильно обосновал в общем это было видео сильное и важное нужно она кстати много набрало несмотря на то что мой канал youtube вот главный по здоровью вот так вот притормаживает то это все-таки прорвалось люди многие пересылали друг другу из-за этого там 400 там чем-то тысяч просмотров и вот тут один человек пишет всем господь дает свое вот что этим человек хочет сказать нет но очевидно он хочет просто успокоиться они напрягаться ничего своей жизни не менять а просто хочет плыть по течению что мол от нас ничего не зависит живи как хочешь мол значит так все равно как будет так и будет и эта позиция слизи то есть вот слабаков трусов таких слизняков понимаете нет ведь ты человек как пел из песни и сильный смелый своими руками судьбу свою делай иди против ветра на месте не стой пойми не бывает дороги простой вот так надо жить понятно по советски по коммунистически как говорится мы рождены чтобы сказку сделать былью и так далее очень многое не все конечно но очень многое зависит от нас до обстоятельства диктует свое дело случая что называется судьба ну и судьбу человек меняет и куют и даже пословица есть у религиозных людей на бога надеюсь а сам не плашает от тебя многое зависит как ты будешь жить от твоих установок мыслей ну и конечно действий а эта позиция подлая и слабая идиотская позиция я ему написал как все просто не так ли и науки не нужны верно так следующее большое спасибо за информацию пила на несколько раз этот набор речь идет про антипаразитарный набор вот этот потом просто летаешь сто процентов рабочий ну в общем человек вот так выразился я написал пожалуйста рад конечно же именно тогда теперь идиотский еще один протест как же я вот не люблю людей которые слабые под свою слабость подгоняют весь мир это видео было где я сказал о том что вечером и на ночь тем более есть не надо но если вы слабые не можете примут у вас хочется что-то съесть и что всякую гадость не есть и вред принести меньшее здоровье или так сказать вот уменьшить а потом постепенно и отказаться от еды ешьте хотя бы огурцы причем я сказал не только огурцы например хотя бы и как пример привел огурцы потому что 98 процентов вода это быстро очень они растворяются что называется разбираются до составляющих частей у нас жкт и в общем то большой вред здоровью не принесут точно но и здесь нашлись те кто свои веские пять копеек решил ставить и протест внести и вот пишет дурак огурцы с нитратами от них аллергия под видео жировой гепатоз что нельзя есть и чем можно переедать я сказал что уж если хотите переедать огурцами переедать но огурцы с нитратами от них аллергия во первых если даже прям в огурцах всех нитрат а это чушь конечно не во всех и потом не нитраты надо было писать а повышенный нитрат нитрат нитраты есть везде и всегда это нормально то причем тут аллергия аллергии от нитратов не бывает аллергия вообще-то бывает от высокомолекулярных белков от белков понимаете чужеродных белков потому что еще в третьем курсе биохимии медвузов учат и это истина что аллерген тире антиген антигены для организма человек является высокомолекулярный в первую очередь животного происхождения белки вот например пыль пыльца это тоже белки так что вот так вот от огурцов аллергии нет реакции высыпания на коже какие-то это не всегда это аллергия это может быть от какой-нибудь химии который обработали хотя огурцы но может быть кто-то и обрабатывает так что прям вот по плодам но это как правило от путиных клещей только обрабатывают химии конечно по листу до завязи в процессе тоже но снимают урожай сначала а потом маленькие только огурчики оставляют это тоже конечно нехорошо но я вам хочу так сказать на это а вы выращиваете сами или что нет мол назло буду коль сам не хочу выращивать а все мол я так хочу верить с нитратами то значит я буду жрать мясо вечером идиот шли совсем а ну тут именно об этом ведь протеста от этого идет и что еще хочу сказать значит во первых это ложь вот у меня внутри огурцы без нитратов без повышенных нитратов да потому что не подкармливаются азотом такой вот вам ответ между прочим может кто-то не знает но с нитратами повышенными огурцы могут быть и тогда как прочим и другие овощи и фрукты даже когда человек даже навозом много чрезмерно подкармливает то что выращивает потому что нитраты это азотистые соединения если повышенный в почве азотистые соединения будет больше плодах нитратов это если вы не знали то есть это не а химии какой-то как некоторые думают идет речь а просто избытки азота проблемы в них особо то нет я скажу не чрезмерные показатели так что вот пишут какую-то херню от чего от протеста своего тухлого протеста хотят жрать на ночь вот и все переедать хотят перекусы хотят и решают а хаять все вокруг а не себя изменить следующий юрий андреевич благодарю за видео подскажите пожалуйста какие бады можно пить для укрепления сердца кроме q10 это из-под видео сердца будет как в 20 лет при любом возрасте если делать это 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 там комплекс мер и я поражаюсь такому вопросу потому что я не только q10 там говорил но посмотрите любой человек может посмотреть и убедиться что там я о многих факторах говорил ведь все сказал по сути но я написал так ведь ссылки на них под этим видео я оставил и на набор и по отдельности вот как вы слушаете я же самом начале видео сказал и в конце и вот я просто поражаюсь вот как так можно вот слушайте порой два раза за видео иногда три говорю все то о чем я буду говорить какие препараты называть и каким видео своим отсылать я оставлю вам по ссылкам под этим видео так ведь вы свидетели большинство людей вы же скажете так подтвердите что я так и говорю тогда возникает вопрос что с людьми происходит которые просмотрев видео спрашивают под про это подскажите какие бады можно пить для укрепления сердца кроме q10 ведь я там подробно говорю но сейчас поскольку кто меня смотрит в этом видео возможно то и не смотрел я скажу ну например амафор препарат профессора исаева обязательно препарат рейши это уже грибная фунготерапия то есть есть курс даже то есть там ходят рейши шитаки трутовик это очень хорошая комбинация трутовик листничный а для укрепления сердца и восстановление даже после инсультов и инфарктов если мы добавим к этому амафор действительно q10 для митохондрии это важно и бетаин ну спирулину в идеале или зелень немного ешьте хотя бы так то это будет уже огромное-огромное дело витамин c конечно в идеале понятно что все перечислить нельзя это неправильно я сказал основное остальное по идее конечно должно поступать с пищей это сложно но я в принципе сделал такое видео оно называется а что же тогда есть можете его посмотреть следующее письмо раньше когда я смотрел фильм да это о другой теме не о здоровье но слушайте я бы сказал о духовном здоровье нации раньше когда я смотрел фильм гости из будущего 84 года до фильм вот и серийный великолепные конечно фильм душевные нет слов такого больше невозможно сделать духа уже нет естественно я думал что это была сказка о прекрасном будущем теперь я понимаю что это фильм о прекрасном прошлом да мы часто понимаем то что мы теряем только спустя какое-то время и то у кого на это есть сила мозга и интеллект и то что мы потеряли вот действительно великую державу великую страну ссср и такая же страшная трагедия если кто это не понимает это человек убогий далее я думаю что воровство в армии но уж еще извините такая тема тоже под моим видео вообще на другом канале ну вот за одну рекламу каналу сделаю называется он совесть и подлость ох как он стартанул последнее время в основном из-за двух видео которые набрали уже под миллионы далеко за миллион просмотров видео такое армия их надо было сажать уже давно белоусов 4 схемы воровства в армии я там объяснил четыре схемы как вообще что можно красть какими мошенническими схемами как и действовали эти враги народа человек пишет я думаю воровство в армии началось со строительства личных дач генералов солдатами еще при сср и я отвечаю да конечно при позднем сср где социализма давно уже не было поясню для тех кто не в теме коммунизм у нас был в стране с тридцать девятого до шестьдесят первого года что значит коммунизм но у коммунизма есть две фазы неполный незрелый и полный зрелый коммунизм неполный это социализм когда мы построили социализм тридцать шестом году когда закончили коллективизацию и уже не было частной собственности на средства производства а собственность на средства производства собственно было их две вы думаете одна государственная нет первая государственная вторая кооперативно-колхозная Имеется в виду собственность на средства производства. Это чтобы вы понимали. А в 61-м почему прекратилось все и мы пошли капитализм? Потому что убрали из основ советского строя государства и идеологии диктатуру пролетариата. Все значит переходный начался период к возникновению диктатуре буржуазии. Других вариантов нет. Потом растление пошло и дошло и до армии, и до верхов. Буржуазные идеологии берят в жизни все. И все помалу, помалу, по чуть-чуть. И вот началось к 80-м годам у нас, да, вот это вот дача генералам. Полный беспредел разочарований у простых людей в социалистическом строе. Потому что они думают, что вот это вроде социализм мы строим, а нам врут. Правильно, врут. Потому что не было никакого уже социализма. Теперь из-под видео про фуллеренол. Ну, про фуллерены, которые добываются из шунгита минерала. Благодарю за такую классную информацию. Посмотрела на Амазон в Америке. Видимо, в Америке живет человек. На минуточку. 106 долларов стоит. 106 долларов. Так что у вас цена просто суперская. Ну да, в разы дешевле. Там, по-моему, раза в 4, что ли, или в 5. Ну, естественно. Понятно. Кстати, вы можете заказать в Америку, в Канаду, в любые страны. У нас и мы отправим. И не только это, а все, что угодно. Ну, то, что не под запретом в той или иной стране. Ну, как правило, мы это знаем. Менеджеры там связываются в любом случае после оформления заказа с заказчиком. И поясняют какие-то нюансы, если они есть. Если по заказу они видят, что есть нюансы. Так что можете смело заказывать, сразу оплачивать вы не будете. Вот прям сразу, автоматически, как это вот обычно в интернет-магазинах делается. Мы так и не можем делать, потому что есть нюансы. Может быть, человек по ошибке той или иной транспортной компании сказал, ему надо пояснить. Или человек вот по оплате за границей, это сложно, не знает как. И он напишет просто какой-то вариант. От балды, ну, из предложенных там при оформлении заказа. Менеджер понимает и скорректировать надо. Задать вопросы, выяснить, чтобы не было накладок. А по этой причине некоторые боятся оформлять заказ. Оформлять, еще раз, вы его сразу оплачивать не будете. Смело оформляйте. В комментарии к заказу пишите вопросы или какие-то нюансы свои. Менеджер с вами свяжется, объяснит. У нас заказывают он и в Германию, и в Англию, и в Корею. Постоянно отправляем. Ну, и в десятки других стран. Добрый день, Юрий Андреевич. Не поняла, как ваши сборы помогают очистить печень. Сразу скажу, это под видео. Глисты вам не поможет. ЗОЖ, травы, карасины, чеснок, перец и так далее. Это вторая часть из моей трилогии новой про паразитов, то есть глистов, то есть гельминтов. Это синонимы. Конкретно вторая часть про ленточных червей, да? Потому что есть один, причем, знаете, какой идиот, тут я не пометил, написал. Какие круглые черви? А первую часть я потом переименовал, там написал в конце. Круглые черви. Класс круглых червей. А идиот пишет, какие круглые, если вот они плоские, там, вот такие вот, значит, приплюснутые, как шнурок. Я им пытаюсь объяснить, хотя сразу не забанил, зря. Я им пишу, есть разные группы червей. Вы хоть видео смотрели? Ведь я там это все поясняю. И он опять такую какую-то херню написал, я его забанил уже. Хамил даже, по-моему. Есть вот идиоты, я поражаюсь. Значит, есть три класса паразитов. Три. Круглые, ленточные и плоские черви. К плоским, например, аписторхи относятся. Например, кошачья двуузка, да, там она же, значит. К ленточным, например, какой-нибудь бычий цепень или свиной. К круглым, там, аскориды, таксокары, острийцы, да, допустим. Шестосома волосоглав. Не надо со мной спорить. Я не делаю биологических ошибок и логических ошибок тоже не делаю. Если кто-то захочет доказать, что это так, вы в любом случае, это вариант провальный. Ну, провальный, потому что я человек-робот, я человек логики, я не допускаю логических ошибок. То тогда вы можете написать мне на почту, не писать херню всякую под моё видео, написать на почту. И сказать, давайте проведём по скайпу прямую трансляцию, и я докажу, что вы ошибаетесь. Ну, и давайте попробуем это сделать. И посмотрим, как у вас это получится. Может, я даже вам премию выплачу какую-нибудь интересную, если вы сможете это сделать. И вот по поводу вот этого видео и пишет женщина. Не поняла, как ваши сборы помогают очистить печень. Я вообще про это там не говорил. Я сказал, что этот антипаразитарный набор, видимо, вы отсюда мою мысль перевернули, и этот антипаразитарный набор ещё является и гепатопротекторным, то есть восстанавливающим, укрепляющим печень. Может быть, вы про это и так перевернули? Вы же говорите, травы не помогут. Я в чём говорил, травы не помогут? Я ведь там ясно и дважды сказал, минимум дважды в этом своём тексте, мною написанном и потом озвученном, я сказал дважды или трижды, что если паразиты, взрослые, как правило, особи определённых видов, находятся действительно в кишечнике, то там определённые травы, определённые комбинации, тройчатка по Семёновой и так далее будут работать. И они могут вывести этих паразитов. Могут. Ну, есть исключения, но могут. А если паразиты или их личинки находятся и мигрируют, скажем, где-нибудь по лимфатической системе, находятся в тканях глубинных, что называется, организма, то никакие травы с этим не справятся. Но при чём тут травы вы переиначили? Как же люди извращённо всё мыслят? И печень, говоря о гепатопротекторных свойствах, например, что бы у вас не было с печенью, или, допустим, принимаете вы набор от паразитов, нет, но есть травы, которые прекрасно работают по печени. Например, регенерируют вот эти вот самые клетки гепатоциты. Та же расторопшая. Так что я не понимаю вообще даже, что... Я только догадываюсь, потому что опыт огромный, и работают с такими людьми. Вы говорите, травы не помогут. Наверное, я что-то не поняла. Да вы всё не поняли. Логику просто учить надо. Ну, как-то мыслить учиться, рассуждать. И скажите, будет эффект от набора какого? Я под видео оставил ссылку. Антипаразитарный набор. Набор, восстанавливающий печень. Это другой набор. Будет ли эффект от набора, если ни разу не чистилось, и возраст уже большой? Ну что-то, у вас другая биохимия от этого стала? Или паразиты стали какие-то из кремния сплошнякового, там, с никелем, я не знаю, со сплавом, какие-то космические из фильмов фантастических? Конечно, будет. Но я и так написал, что отвечу в ответах на вопрос. Ну вот теперь, дорогие друзья, ещё раз скажу. Я буду на бусте отвечать. Я прям там расписал, что на таком-то тарифе будет столько-то раз в месяц. В другом тарифе там будет чаще, там будет что-то особое и так далее. Там прочтите потом. Юрий Андреевич, как вы относитесь к сленговым молодёжным словам по типу? Кринж, трэш, фэшн, фича. Фича не слышал вообще никогда. Пикча. Пикча это у меня, это рыба такая, но там похожее название есть. Прям сразу ассоциация с северными видами рыб. Байтить. Я ненавижу эти мерзкие выражения. Это поганит русский язык. Чехов говорил, писал, что никогда не употребляете, когда слова-то иностранные были нормальные, а не искорёженные сленговые, когда выпендрится, хочет ничтожество. Возомнив о себя, что они такие в тренде, типа тоже поганое слово, вот такие, что они приобщённые к такой культуре. Не то, что там тёмные, там, прошлых поколений. Чехов говорил, когда слова ещё иностранные были, которые обозначали суть вещей, объекты, там, величины и так далее. Он никогда не употребляет иностранных слов. Русский язык так богат, ну и все объемлюсь, что нет таких слов, выражений, определений, которые нельзя бы по-русски сказать, высказать. Это абсолютно, я с этим согласен. Ну а это вообще мерзость, это низость какая-то, это унижение человеческого достоинства, употреблять такие поганые словечки, сленговые. Я пишу очень отрицательно. Бестят меня, нет таких слов. Это пошлость и вырожденчество. Именно что нет таких слов, нет таких слов. Их просто не существует. А то, что там кто-то придумал, я тоже сейчас, хэлэбэнэмэ, там могу что-нибудь придумать и буду считать, нет, есть такое слово. Да нет таких слов. То, что его идиоты, пусть тысячи, пусть миллионы, говорят, это к истине все равно тому, что, мол, эти слова существуют, никакого отношения не имеют. Все, что не является природным, естественным ходом событий, а является желаниями выпендриться и приобщиться, это не имеет никакого отношения, вот скажем так, к естеству. И поэтому это противоестественно, погано, пошло и вырожденчески. Следующее. Прабады супер. Пользуюсь ими. Прабады вы, мол, сказали супер. Пользуюсь ими, но не вашими. Ваши не умею заказывать. Вы знаете, я здесь просто в шоке. А как можно не уметь заказывать? Переходите по ссылке или заходите просто на наш сайт надгард.ру. Там есть в правом верхнем углу, вот смотрите, показывается, поисковая строка, рядом с ней лупа, то есть поиск. Вы туда вбиваете то, что надо, например, бетаин, или там, например, астексантин, условно, или спирулина. И вот первые уже буквы спир. И вот вы четыре, допустим, буквы набрали, спир, и у вас уже выскакивает то, что есть. Ну вот это поиск. Вот вы набрались, вы нажали это в корзину, то есть опять заказывать, как там подсказки выскакивают постоянно, почему тысячи людей заказывают, а вы не можете. Специально для таких людей, как вы. Было сделано два коротких видео, как делаются заказы первые на сайте, и как они делаются повторно. Что же вы не смотрели? В правом верхнем углу, как сделать заказ. Посмотрите, нажмите, попадаете на страничку, и там прямо написано два ролика. Первый раз заказ, как делается, и повторно уже. Если вы чего-то упустили, что-то не получается, и потом очень нехорошо получить информацию от человека, который на это потратил свое время, тем более очень дорогое и ценное, объясняет так, как другие не в состоянии, приносят много пользы для людей, а человек платит такой неблагодарностью, берет лень ему там посмотреть. Во-первых, вы насчет где-то в другом месте купить. Сегодня я зачитаю очень интересное, тоже включил сюда письмо, к чему это приводит. И вот вы посмотрите. И нужно быть, по-моему, благодарным человеком. Это простая человеческая порядочность, благодарность. Но поддержать, в том числе взаимную, сделать поддержку и пользу. Купить, тем более не то же самое. Вы то же самое не купите в другом месте. Название это может быть одно и то же и будет. Витамин B12. Ну и что, мол, я в видео поясняю для разумных людей, в чем разница. Так, идем дальше. Это уникальный. Юрий Андреевич, сегодня 1 июля 24 года. Используем Эко-спрей с хитозаном, вот этот. Всей семьей уже 2 года. Следим за своим питанием, по вашим рекомендациям. Эко-спрей чудо. 2 года не болеем. Нос слышит на все 100. Раньше просыпался утром, с мужем пока не просморкаемся, утро не начиналось. Конечно, убрали сахар и булки. Мне 58, мужу 73. Если бы я все это знал раньше, благодарю от души Юрия Андреевича. Сейчас мне в посылке идет антипаразитарка и гель-сорбент. Сейчас с мужем употребляем фукус. Вот этот. Результат радует. Хочется обнять весь мир. Знания, которые вы даете, бесценны. Низкий вам поклон. С уважением, Хиль Е. Ю. Очень рад. Благодарю вас за это письмо. И сразу хочется предыдущему человеку сказать. Это правильная обратная связь. Я помог людям. Люди, благодаря моим знаниям, во-первых, и моим уникальным товарам, продукции, вылечились от многих проблем. Они не допустили более страшные проблемы. Завтра они оздоровились и чувствуют себя хорошо. Письмо сейчас слышали, да, я зачитывал. Вот что называется обратная связь, что называется вселенная работает на все сто. Вот причинно-следственные связи. Это надо учесть любому человеку. Это правильно. Так должно быть. Это нормально. Вот, собственно говоря, мотайте на уст. Так, идем дальше. Это же древнейшее изречение. Человек есть то, что он ест. Возьму в пример Серафима Саровского, который в пустыне, ну, в глухом лесу, прожил более 40 лет, абсолютно один, питался снытью. Ну да, 2-3 года он там только снытью, вообще только питался. Лесным дикоросом, да. Ну, как-то собирал, заготавливал, да. Как бы там ни было, он своей жизнью доказал, что можно даже на таком дикоросе, как сныть, жить, да. И пропитаться. Недавно у меня умер дядя, который очень любил сало и все время ходил с толстым брюхом. И умер от рака в страшных муках. Вот вам пример того, к чему приводит обжирание. И не только обжирание, вообще неадекватное питание, и к тому же отъем жизни у других живых, высших животных существ. Да. Следующая одна, знакомая бабушка, лет 85 постоянно пьет крепкий чай с молоком, хотя у нее и сердце, ну, видимо, больное. Ну, понятно. И высокое давление, без чая, говорит, не могу, говорит. А это под моим видео, которое называется, чай вреден. Не верите? Тогда вот вам факты. Не пейте чай, пока не узнаете это. А что же тогда пить? И вот такой вот человек, как бы такой полупротест, что, мол, бабушке, он сколько, 85 лет, она постоянно пьет, да еще с молоком чай, хотя у нее и давление, и это. Без чая, говорит, не могу. Я привел грубый пример, и, конечно, совсем адресованный не к бабушке, а к здравому смыслу. Бабушке, конечно, дай бог здоровья, и наверняка хороший человек, и все такое. Но я ей написал, просто чтобы мозги прочистить. А Маша какая-нибудь там, допустим, на панели говорит, что не могу не бледить. И что? Действительно не может? Для слабосоображающих поясню. Проститутка не бледить, конечно, может. Вы согласны? Или что, не может? Может, может. Так же и бабушка может не пить чай. То, что она хочет, не надо говорить, не могу. Люди очень часто не то, что путают, а врут себе. Называя то, что не хочу, является по факту, тем, что они называют не могу. Можете. Просто не хотите отказаться и хотите это есть пить. И поэтому пишите нечестно. Не могу. Можете. Можете. Мясо не могу. Можете. Другие могут, и вы можете. Здравствуйте. Я хотел спросить про грибы. Я купила грибы, фунгуши рейши, шитаки, веселку на Вайлдберрис. Вот вам это тоже к человеку позапрошлое письмо, которое я зачитывал. На Вайлдберрис. Я просто в шоке. На этой помойке. Пропила по одной баночке 15 дней. Стали болеть ноги. Ноги стали слабые. Болят они ниже колен. До щиколотки. Это связано с грибами. Нет, с погодой. Я сюда вот не записал, не скопировал, что я ответил. Наверное, скорее всего, я ответил так, что, а почему вы не у меня купили? Принципиально, что ли, не хотели? Вот что вы думали получить? То есть вы решили схитрить. Вы узнали все от меня. Ну, написали, потому что сейчас мне, конечно, это очевидно. И решили схитрить. Уж не знаю, по какой причине, но это была в любом случае такая хитрость с вашей стороны. Очень это нехорошо было. Но вот судьба и вознаградила вас. Нужно быть благодарным человеку. И если я так подробно, основательно, и трачу свое здоровье на это, объясняю людям причинно-следственные связи, чтобы они могли понять сами, а не верить кому-то на слово, чтобы учились, наконец-то, главному, важному, я это продаю, конечно. Потому что я продаю то, что развивает мои проекты, то, что приносит людям благо. Я объясняю, как это работает, почему, что и зачем. И если люди плюют на это и не покупают у меня, покупают где-то, так пишите на Вайлберрис. Так, что вы мне пишете? Это надо на Вайлберрис, они на специалисты, вам ответят. Этим сволочам, ну там даже не сами Вайлберрис, а тем хитрецам, которые умеют только купить и продать, а сами ничего не понимают, вообще ничего и ни в чем, и причем это неизвестно, как хранилось это на промежуточных складах, что это вообще там, а может это вообще какая-то левота подделка. Тем не менее, вы им напишите, что они вам ответят. Да я знаю, что они ответят. Господи, они вообще ничего не знают. Я, например, фунготерапевт получал соответствующий диплом в центре фунготерапии. Я все эти препараты, процессы, лечение изучал. И к тому же, я рекомендую те или иные, пусть даже препараты или курсы набора, не в отрыве, от, понимаете ли, других факторов, очень важных, влияющих на здоровье. И я всегда говорю, как попугай уже повторю, дорогие друзья, комплексный подход, не просто волшебная таблетка. Ну а тут, что вы там купили, где, и главное, нехорошо вы поступили. Ну и узнавайте все у них. Теперь, прочитала, провез. Тоже, я поражаюсь вот этому. Знаете, у них все и перечисляют, сгущает кровь. Все у них сгущает. И витамин С у них сгущает кровь. И там, да все что угодно. И вот тут, прочла про овес, сгущает кровь. Правда ли это? А это под моим видео про овес. Называется оно овес. Эта овсянка лечит, но готовить ее надо только так. Вот тогда будет польза. И даже чудо. Ну я ответил так. Нет, если пить не кофе, а воду. Люди, послушайте, то, что вы всегда любите про сгущение крови, вот у вас бы никакого сгущения от нормальной еды не было бы ни от какой. Тем более от витамина С и так далее. Ну правда не от синтетического. Если бы вы пили не кисель, компот там, чай, морс, а хотя бы и вернее только воду, только вода является растворителем универсальным. А если между молекулами воды что-то уже растворено, и чем это гуще растворено, или вещества специфические, может быть канцерогенные, как в кофе акриламид, допустим, вещество, то тогда эта вода как растворитель работать не будет либо вовсе, либо будет очень слабо работать, как растворитель. И она своей функции не будет выполнять. И тогда, конечно, загущение, плюс еще добавим к тому, что вы мало потребляете, например, жидкости, да не в жидкости дело, а в воде. То есть если бы вы потребляли достаточно воды и только воду пили бы, то проблемы с загущением не было бы вообще и быть бы не могло. А вообще воду надо пить водородную, ну с избыточным молекулярным водородом в ней. Это вот мои видео, посмотрите, ну самое вот важное, последнее, я на него ссылку вам оставлю под этим видео. Следующее письмо. Жесть какая. Я как очнусь от зомбирования, оглянусь вокруг, что же происходит, почему я годами зависала в телефоне, ужасно. Спасибо за видео. Жаль, что 5G, 4G уже не остановите. Все это вокруг, и хочется обклеить этими наклейками на смартфон, а даже себя. Нет, это не надо, достаточно на СВЧ-излучатели наклеить. Речь идет про нейтроники, защитные микроантенны, которые похожи внешне на голограммы, плоские. А как это работает, все давно было сказано, куча видео уже вышло. Скажите, можно ли защитить себя, наклеивая эти наклеек? Больше вокруг нет, нельзя. На стены, окна, видите, будут подонки, они всегда находятся, которые пишут, ааа, шапочка из фольги, все, мол, знаем, быдло. Все это ерунда, или там, вай-фай и прочее, это все для блага, это вообще там, безопасно, вы дураки, кто считает, что опасно. Но быдло такое конченое. Они не будут читать, как я им говорю, учебник Минина с 74-го года о электромагнитной безопасности, это быдлу не нужно. Они не будут изучать все данные, которые от Конгресса США предоставляли, даже при Совете Федерации у нас в стране Тюняев доходил с учеными, с тем же Анищенко там и так далее, всю доказательную базу предоставляли. И никто опровергнуть это не смог, потому что я выпиющие факты. Тем не менее, быдло всегда будет тупое радоваться за внедрение в жопу, грубо говоря, чипа, потому что им так удобнее жить. Вот и все, а мозгов нет. И, конечно, быдло пишет, это все продать, ему всякую фигню надо. Но тогда быдло, слушайте, вот женщина спрашивает, скажите, можно, и видно, она волнуется, она готова защитить, наклеить на больше вокруг, хоть на стены, окна, одежду, сумку, чтобы и на улице, и в городе, на работе защититься. И вот я, как бизнесмен, и как тот, как вы некоторые пишите, торгаш, которому лишь бы продать, должен сейчас что сделать, сказать и написать, естественно, конечно, чем больше, тем вы лучше тебя защитите. И она бы купила. Это видно по письму, клиент готов. И я должен радоваться, но я очень зол, потому что вы сволочи, вот кто такое пишет, нелюди, быдло. Я ведь не такой человек, а вы меня оскорбляете, не имея на то ни права, ни основания. Я сотни раз доказывал это, как вот сейчас говорю, сотни раз, что деньги для меня на десятом месте. Естественно, я человеку напишу, это бессмысленно, потому что наклеить эти устройства нужно только на те аппараты, которые излучают ВЧС, излучение. Иначе это бессмысленно. Я никогда не буду врать ради выгоды, прибыли, там и тому подобное. Поэтому, конечно, я говорю этой женщине нет, не надо. Только на все устройства, на какие, зайдите на наш сайт надгар.ру, ну, по ссылке под видео, на нейтронике ссылка, когда о них идет речь о мобильной связи, о Wi-Fi, свече, вышках. И там написано, на какие приборы устройства клеятся. Одна модель плоской в виде голограммы, микроантенны, и на какие устройства другая модель. Единственное, что я вам вот поясню дополнительно, помимо этой индивидуальной защиты, есть еще общее. Конечно, по улице вы с ней ходить не будете. Это антенна, ну, примерно вот такого размера, там, 15 на 20 на 15, условно, сантиметров. Это антенна, которая в радиусе от себя 15 метров, делает такую защиту. Теперь, защиту от чего? Естественно, никак не меняются частоты тех или иных устройств излучателей. Никак связь не меняется. Для тех, кто невменяем, есть такие, пишут. Это не про какие физические характеристики, что они изменятся, речи не идет. И это прямым текстом в каждом видео про СВЧ у меня говорится, в каждом. Речь идет вот про что. Эти устройства защитные, что вот индивидуальные наклейки, вот эти микроантенны, что антенна крупная, физическая такая вот, что они делают? Они убирают резонансное разрушительное воздействие на клетку от источника ВЧС-ВЧ излучения. Они не дают этим колебаниями, с колебаниями, с частотами вот этих колебаний наших клеток войти в резонанс. Вот в чем их защита. Так что вот я вам советую эту антенну взять, конечно, да, тогда вы будете от соседских Wi-Fi защищены в какой-то мере, ну, в какой-то там, на 95%, условно говоря, на 100% не бывает. Ну, и, конечно, от мощных вышек ретрансляторов, сотовой связи вокруг вас, там, и так далее. На работу можете ее тоже взять, поставить, и в радиус 15 метров вы и коллеги будут защищены. Не узнаю вас, пишет человек, знаете, под каким видео? Заворотнюк умерла, вот, в 53 от глиобластом, причины и выводы. Не узнаю, откуда такая агрессия? Агрессия? Это вы еще мои агрессивные видео не видели. Смотрите, вы, наверное, не смотрели меня, да, или там недавно, считаете, что давно. Ну, сосиска в голове, посмотрите, например, там еще больше агрессии. Или по старым видео, где я просто с идиотизмом людей борюсь. Что вы так запугиваете? Так, это уже вторая тема, значит, агрессия. Первая, вторая, запугиваю. Я запугиваю. От ваших страшилок человек уже может заболеть? Такая дурочка, я просто поражаю. От моих страшилок у людей мозги на место могут встать, и они перестанут плыть по течению, и уже, может быть, начнут жить адекватно и вдумчиво, защищать себя, не испытывать уже никаких страхов, потому что они сознанием дела, себя, насколько это возможно, защитят от этих внешних и внутренних негативных воздействий. И тогда будут жить хотя бы осознанно, что уже честно, а это важнее всего. Типа, как страус в песо голову засовывать, как вы любите и хотите. Это неправильно, и это я не дам людям делать, потому что я считаю, что человек должен быть разумным, а не какой-то безмозглой скотиной, и жить вот так вот, не думая ни о чем. Вот так. Ну, я написал, от дури человеческой такая у меня агрессия, от дури. Нет, от моих страшилок разумный может одуматься, а идиотов не жалко. Ну, уже конченных совсем. Так, мои собаки веганки, 21 год. Слушайте, это, конечно, интересное такое письмо. Думал включать это, вот озвучить. Нет, ну, знаете, как тоже бесит, когда начинают, собаки, кошки, это хищники, они должны есть мясо и все. Я не спорю, они хищники, это правда. Мясо должно есть, ну, хорошо, мясо. Вы кормите мясом или педигри? Закрыли тему, да? А если вы кормите там педигри, то, может быть, вы хотите, чтобы ваша собака или кошка долго жила, не болела, ну, 95% шансов было, а не мучились вы потом, когда на глазах умирает, и вы ничего сделать не можете, и долго тем более умирает. Это горе и трагедия для людей, кто любит, никаких преувеличений. Кого-то тоже эти слова бесят, люди идиоты, но если это правда, почему я не должен так говорить? Потому что это единственный сыроедный веганский корм в мире, и веганских кормов полно кто выпускает, сыроедных веганских никто, и к тому же из биоингредиентов органических, может быть, такое есть, спорить не буду. После наших кормов кошек и собак проходят болезни, которые не могли люди вылечить, ветеринары, ничем. Не у всех, конечно, но только это иногда помогает, вот наша корма. У меня таких писем много приходит, и видео, отзывов. И когда люди начинают беситься, дураки, от того, что, значит, есть мясо, и ну хорошо, хорошо, тогда вот практика критерий истины, не так ли? Теорию я давно объяснял, вы ее не в состоянии, понятны, что вы фанатик, закомплексованный. Насчет этого, вопрос не в мясе, а в нутриентах. Вы это, способны осознать? Так же, как нашему организму белки не нужны. Как это не... Аминокислоты нужны? То есть, мономерные вот эти элементы, которые составляют вот эту полимерную белковую цепь. Потому что в организме белки все равно разбираются, должны разобраться, дойдя до кишечника, там, и уже всасываться в кровь в виде мономеров, аминокислот, попадают током крови в каждую клетку. Там в органеллах, которые называются рибосом, идет сборка белка, биосинтез это называется, плохо учились. То есть, значит, что нам белки нужны? Нет, нам нужны аминокислоты. А белок еще попробуй разбери. То же самое и здесь, логика-то одна, поэтому и получается. Ссылку на корма я оставлю. Ссылку на раздел на все мои видео про корма, в том числе там отзывы людей, я тоже оставлю вам под этим видео. Но это письмо меня даже удивило. Но, конечно, здесь, значит, сочетание многих факторов. Это редкость. Я не советую так делать. У одного получится, у 20 не получится. Значит, ладно, моей собаке-верганке 21 год. 21. Это 150 лет на человеческий возраст. Ест фрукты, овощи, фруктами бы я не кормил. Сладкое не должны собаки получать, как и кошки. Не должны. Корм веганский местный. Вот тут вот, ну тут дело в корме веганском местном. Ну и плюс вот то, что зелень там, да, какой корм местный веган? Ну ладно. На обед я и супчик веганский варю, и сладкой картошки, это плохо, морковки, овощи в сезоне, а на завтрак бананки, только не банан. Вот я прошу, знаете, меня так это бесит, когда дамочки еще особенно так растю. Еще от мужиков идиот слышал такие сладные еще дамочки какие-то сбалмошные. Растючки. Прямо по губищам хочется дать. Растючки. Это мерзкое искажение, это какое-то, знаете, глумление, что ли, над, не просто языком, а над образами, над каком-то, кого из себя строят люди, которые, ах-ха-ха, истерички сбалмошные, что ли, такие. На завтрак бананки. Не бывает бананок, бывают бананы. С кокосом. И арахисовой сырой пастой я исполню. Это неправильно. Ну и пробиотики добавляю. Значит, что вас спасает? Овощи, пробиотики, веганский корм. Возможно, экологический образ жизни, в смысле, в экологически чистой среде. Возможно. Возможно. Что-то еще, что по этому краткому письму нельзя уловить. А вредные факторы такие, сладости, то есть фрукты, банан, ужас. Сладкая картошка, видимо, батат вы имеете в виду. Да, и арахисовую пасту. Вот это категорически нельзя. Так, теперь вот еще одно письмо под видео про заворотнюк. От глиобластом убрали не только фриски и заворотнюк, но и задорных в ростовский золотухин. Слушайте, я даже не знаю, зачем. Ну да, я так про это же там сказал. Ну вот теперь, конечно, любимые дела. Тоже под этим видео про заворотнюк. Жить вообще вредно. Ну, сразу скажу, что такое изрекают всегда быдляшки. Идиоты, по крайней мере. У меня такое видео уже было. Мне пришлось, из-за того, что таких людей много, сделать это видео. В общем, ответил я так. Нет, жить полезно. Ну вот как можно написать, жить вредно, блядь, идиоты, если жизнь не просто так дается. Если вы как-то развиваетесь, если вы развиваете, не живете овощем, что называется. Это против здравого смысла, логики, против естества, природы. Если живете, значит, это нужно, это ничего в природе просто так не бывает. Жить тоже вредно. Идиот. Нет, жить полезно. А для вас я снял видео, которое называется «Жить тоже вредно, от этого умирают. Нынче модно быть дебилом». Жесткий ответ оскверняющим разум. И дал ссылку. Вам тоже ссылку оставлю, чтобы вы могли послать такому же идиоту, кто изрекает жить вредно, от этого умирают. На этот крем есть очень хорошие отзывы. Нужно заказать. Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Мол, долго человек не покупал, ждал, пока не начитался отзывов. Конечно, есть. Все, что я говорю, все, что я предлагаю, продаю, это все очень хорошее. Этого не может быть плохого. Доверяй, но проверяй, да? То есть, вы мои видео, я могу сделать вывод, смотрите недавно или случайно зашли на канал. Потому что, если бы вы знали, что я за человек, каков есть и суть мою, то вы бы безоговорочно доверяли, потому что я такого быть не может, что я что-то бы продавал, осмысленно сделал на этом выбор, или я это произвожу сам, либо это мои коллеги производят, я продаю, что я уверен в том, что это приносит пользу. Вот. А про крем, какой идет речь, тут вот непонятно, но, наверное, по для лица. Но тут либо японский, вот эта маска, либо крем и гель. Тут главный гель для омоложения кожи, лица, век, шеи, вообще кожи. Да, про это, скорее всего, идет речь. Я оставлю вам ссылку на этот крем, но там главное не в креме. Крем это так, это гель там главный, с трансдермальным проникновением, который заставляет синтезироваться и гиалурон, и эластину, там и так далее, в подкожных слоях. А вот теперь такой. Отзыв тоже из-под видео Авзаворотнюк. Я врач, я поддерживаю вас. Не делайте ЭКО, если хотите дольше жить, чем эти актрисы. Это известно даже врачебному сообществу, но замалчивается. Вот учтите это. Это очень важное письмо. Благодарю вас за это письмо. Я там привел пример несколько причин, почему, какие факторы лежат в основе того, что люди, особенно известные, вот такие умирают от рака мозга часто, а часто от глиубластомы конкретно. А тут же еще письмо. Хворостовский при наличии больших денег, живя в Англии два года, прожил с этим диагнозом. То, что Настя прожила пять лет с этим диагнозом, это действительно чудо. Ну да, в какой-то мере так. Хорошие врачи, большие деньги продлили Насте жизнь до пяти лет. Наверное, бедный человек умер бы уже через несколько месяцев. Как правило, да. А так она промучилась еще целых пять лет. Да, промучилась. Ну да, в какой-то мере. Ну когда-то это было мучение, когда-то это в ремиссию входило в какую-то краткую. В общем, учтите, дорогие друзья, если вы не смотрели, посмотрите это видео. И вот почему-то люди выборочные, даже врачи разумные. Я вас прошу тогда так, особенно врачей, но вы все-таки специалисты писать. Что вот, допустим, я прав, правильно. И ЭКО, и то, и то, все верно, но я хочу становиться на ЭКО. Слушайте, воздействие ВЧС-ВЧ-излучений стоит на первом месте. На втором стоит ЭКО. Понимаете, просто ЭКО бы она выдержала. Ведь есть люди, которые выдерживают и не умирают от рака? Есть. Это зависит от того, на какой грани чаши весов находятся. Вот если на одной вредные факторы, их много, а на другой полезные, куда склониться чаша? И бывает одного полезного достаточно, чтобы вред вот ушел, а бывает одного вредного достаточно, чтобы чаша эта перевесилась. Ну, думайте об этом. Это же логично. Это законы жизни, причинно-следственных связей. То есть факторы вредные все надо по максимуму убирать из своей жизни. Поэтому, а у нее совпало. И сотовый телефон с утра до ночи у виска и рядом на тумбочке. И, собственно говоря, ЭКО. Плюс, что там еще у нее было, самое главное? Конечно, потребление уколы стволовыми клетками. Понимаете, это все сыграло роль. Каждый из этих факторов мог бы привести к этому. Каждый. Но есть еще побочные, маленькие факторы. Из них складываются большие проценты. Вот что самое ценное, что дают мои видео. Я советую вам еще раз теперь в завершении видео подписаться на Бусти. Не пожалеете этих денег. Выберите, там для себя есть вариант 500 рублей в месяц, там 1000 и 5000. Во-первых, вы поддержите мои... Есть люди, которые почему-то мои продукты не покупают. Но вы хотя бы так поддержите проекты, мою информацию. Облагодарите меня за то, что вы получаете ценную информацию. Она дороже денег. К тому же, там будут публиковаться те видео, и не только видео, та информация, которой больше нет нигде. Я очень вам это советую. Вы не пожалеете. Ну, потом в комментариях напишите. Кстати, там будет чат. И там я буду отвечать. Вам обязательно буду отвечать. Будет более пристальное, такое индивидуальное внимание, что называется. Ну, я не пропущу какие-то темы важные, которые я иногда, конечно, пропускаю, потому что я не могу охватить все. И на те тысячи писем отвечать, и все учитывать. Ну, это невозможно, правда? Если тем более с учетом, что я не блогер, а, так сказать, 95% моей жизни это совершенно другое. Так что вот таким вот образом. Ну, ладно. На этом на сегодня все. Я полагаю, достаточно. Жду ваши письма. Обязательно подпишитесь на Boost и на другие мои каналы. Остальные-то все бесплатные. Boost просто это такая платформа, где платная платформа, но зато с возможностями очень хорошими. Да и поддержка для тех, ну, лекторов, назовем так. Ну, и блогеров, кто блогер только. На этом все. Всего хорошего. До новых встреч.